привет друзья сегодня у нас сырники я вам дам рецепт супер простой но они получатся такие вкусные воздушные нежные короче давайте готовить мука 4 столовых ложки в среднем 80 грамм не забудьте просеять муку нужно просеивать всегда следующий важный ингредиент разрыхлитель нам с вами нужно 1 3 чайной ложечки также просеиваем смешиваем с мукой муку в сторонку нам понадобится мягкий творог вот обратите внимание какой видите достаточно мягкий 250 грамм одно яйцо соль 1 3 чайной ложечки 1 3 чайной ложечки пищевая сода все смешали столовая ложка ванильного сахара полная столовая ложка цедра апельсина буквально немножко добавляем нашу муку делаем тесто рецепт ребята очень очень простой но вкуснятина нереальная хотите попить чайку и если у вас есть пачка творога это блюдо готовится буквально за 10-15 минут вот у нас с вами получилось однородное тесто достаточно мягкое рафинированное подсолнечное масло буквально 300 миллиграмм также я добавляю сюда наше замечательное топленое масло полная столовая ложка зачем я добавил в растительное масло топленое дело в том что это блюдо само по себе очень жирное правильно а с вкусом маслица очень хочется поэтому после жарки ваши сырнички будут невероятно вкусные с легким привкусом сливочного масла включаем плиту включайте на средний огонь температура масла ваша должна быть приблизительно 175 180 градусов не выше и не ниже если ниже то сырники будут долго лежать в жиру и напитают будут сильно жирным если температура будет выше 180 градусов они сразу начнут жариться очень активно будет коричневая корочка внутри будут сырые желательно использовать термометр ну или же если нет термометра я вам сейчас покажу как можно определить по кипению муки в масле в среднем мы будем их жарить 4-4 с половиной минуты если у вас есть грубая мука это будет прекрасно на подсыпку обратите внимание что делаю тесто у нас очень влажная муку туда добавлять я больше не буду я беру просто немножечко маслица руки смочил вот видите к рукам практически не прилипает делаем колбаску с этого количества теста я планирую сделать 10 рынков острым ножом отделяем друг от друга но что же можно кстати смазать маслицем слегка формируем вот такие вот штучки получится с вами типа пончиков так друзья масло готово 180 градусов даже чуть чуть больше я снижаю температуру вот смотрите к слегка муку бросаете масло видите все значит готово кладем по пять штук заводите таймер на четыре с половиной минуты на 4 и будете следить я уже знаю по цвету как это должно выглядеть великолепный аромат запах сливочного масла перевернули до они будут нежные пышные мягкие общение вероятная вещь и самое главное что этот десерт готовится моментально друзья обратите внимание что я положил туда всего лишь одну столовую ложку сахара то есть они у нас не будут слишком сладкими я дал возможность скажем так для экспериментов кулинарных вы можете их кушать с вареньем с медом с различными сиропами поэтому я как бы рекомендую вам стараться не горячиться с сахаром дело в том что хорошо прогревается поверхность наших пышек и они увеличиваются благодаря высокой температуре масла купаются тогда обратите внимание что я переворачиваю достаточно часто творог все-таки это особый продукт он во-первых влажный во вторых достаточно плотный и поэтому наша задача хорошо прогреть наши сырники чтобы внутри температура была в среднем 65 градусов если будет ниже 60 65 градусов то они будут влажные внутри сыроватый да очень аппетитно аромат какой-то чувствуешь топленое масло а как и чувствуется запах апельсина да с маслом будьте аккуратны в этот момент не разговаривайте низким не пейте воду не пейте алкоголь дети должны играть в другой комнате следите чтобы не было пожара естественно естественно если у вас здесь температура масла практически 200 градусов вы можете представить себе какой будет стильнейший ожог вы испортите во первых все впечатления себе своим близким и друзьям и гостям да поэтому нужно сконцентрироваться в принципе уже под конец жарки шевелить их уже нет необходимости они уже сделали свой подъем максимальный все конечно они такие пузатенькие не останутся любом случае после остывания они слегка опадут вот видите как разъединяется вот эта кромочка это говорит о том что внутри очень-очень хорошо прогрелась но все друзья достаточно обязательно используйте бумажное полотенце чтобы убрать лишний жирок следующие пошли во время жарки все время регулируйте температуру если нет градусника следите вот по пузыречкам если слишком сильно кипит значит лежайте если они начинают скажем так плавать и не жарится повышайте ну с опытом конечно все это придет сейчас будем сервировать и дегустировать ну друзья вот наши прекрасные вкуснейшие сырники я вам сейчас покажу как они выглядят внутри что скажете обалдеть какая красота такие пузыречки какая фактура невероятная боже мой вкуснятина нежная нежность как я люблю такие вещи невероятно сметанка по мне видно да ребята это очень обязательно попробуйте вы знаете я повторюсь здесь сахара очень-очень мало они почти не сладкий ароматные невероятный вкус ванили и цедры апельсина нежные мяки но вы можете использовать еще вот варенье возьмите вот в мед бабам сметану горячий чай пусть идут домой да нет я шучу мы всегда угощаем наших гостей друзей всегда они когда к нам приходят не хотят уходить на этом все надеюсь что рецепт вам понравился вы обязательно его попробуйте напишите комментарии как получилось возникнут вопросы пишите спрашивайте всем отвечу новые подписчики добро пожаловать рад вас всех видеть постараюсь сделать все возможное чтобы вас не разочаровать каждый раз я буду готовить какие-то интересные блюда что-то новенькое будете вы все время узнавать обещаю ну что увидимся в следующий раз пока пока мои дорогие а 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 Продолжение следует...